второй видеосюжет по калининградскому двухэтажному мосту я снимаю уже с другой стороны вот вот с той стороне с той стороны которая обращена пусть кустью реки прегль там он дальше уже идет скажем так река здесь впадает в калининградский залив но при чем пасть она насчет проходит через торговый и через рыбный порт таска здесь две территории где что-то мне тут пока трудно понять ну раньше он четко разъединялся на порт торговый на порт рыбный откуда приходили рыбаки и та часть порта которая использовалась для торгов носу же на вот угольный терминал там уголь грузят вижу на корабли или на суда вот той стороне стоит ну это супер атлантик наверное си они его называется стрельня портовые здание собственно говоря сам мост сейчас через мост перейду и произведу определенную видеосъемку здесь гаишник под мазком стал и прямо ловит машинки там наверно которые плохо себя ведут вот порт можно вот так его посмотреть еще ничего особенно интересно тут нету все такое полу разрушенном состоянии очень задрыпаном запущена так чтоб гордиться нечем хотя крану конечно много портовых так вот здесь идет паркасе какой-то полу затонувший печально достаточно все дело наблюдать в основном случае в этой части порта может быть там чуть поинтереснее поновее есть но в этой части порта ничего хорошего в общем со время калининград был достаточно крупным портом при советском союзе вот сейчас это дело потерялась потому что калининград хоть и остался незамерзающим портом но транзит всех грузов проходит через литву за это надо платить поэтому видимо он стал не таким популярным каким был раньше раньше было бесплатно переводить сейчас только за деньги ну порт тоже такой свал какая-то а не порт ну порт тоже такой свал какой-то а не порт россия морская держава великая по количеству морей да это точно по длине береговой линии хотя я думаю что мощь морская мощь держава определяется прежде всего состоянием флота количеством флота современностью флота наличием мощность судостроительной промышленности рыболовство ну военно-морсков флота естественно вот многие факторы определяют ну и общей культурой население прибрежных городов которые обслуживают все эти дела связанные с морской и океанской деятельностью сейчас калининград стал менее морским городом чем он был раньше к сожалению вот на этом и закончим репортаж и спорта с моста точнее